Сегодня я хотел бы поднять сложную тему, она связана с философией Канта и Гегеля. На базе сравнения двух точек зрения Канта и Гегеля делается некий срез, в котором я пытаюсь понять, кто как на самом деле стоит ситуация. В общем, о чем, собственно, я хотел поговорить. Поговорить я хотел о таких вещах, как эмпирический и всеобщий субъект. Что это такое? Ну, обратимся сначала к Канту. У Канта, да, это его критиковал Гегель, что рассмотрение происходит как бы от лица эмпирического объекта, эмпирического субъекта. Здесь есть эмпирический субъект, что такое эмпирический объект, это единичный субъект. И он начинает познавать. И вот рассматривается то, каким способом вот такой субъект может познавать, да, и исследуется этот вопрос. Ну, на самом деле, если внимательно читать Канта, то у него возникает такая странная время от времени дилемма. У него с одной стороны субъект продолжает быть эмпирический, а с другой стороны он становится всеобщим. Тот всеобщий субъект, о котором говорит Кант, его можно назвать трансцентальным субъектом. Как бы вот тот субъект, для которого то, что происходит в познавании, не является каким-то произволом. Что такое эмпирический субъект? Эмпирический субъект может уставать, эмпирический субъект может ошибаться, эмпирический субъект может чего-то не уметь. Вот, например, в критике способности суждения Кант начинает странно рассуждать. Он говорит о том, что делать суждения, уметь о чем-то высказываться, что способность суждения – это некий дар, ему надо учиться в школе, и многие люди, которые в школе учатся, и не достигают никакого успеха. То есть он говорит вроде как о том, что такая вещь, как способность суждения, зависит от субъективных особенностей человека. То есть он имеет в виду явное эмпирическое субъект, только эмпирический субъект, то есть тот частный субъект, единичный, может от чего-то не уметь, ошибаться, не обладать каким-то. С другой стороны, когда он рассуждает, опять же, о единственной перцепции, у него получается, что есть две перцепции. Есть эмпирическая единственная перцепция, есть трансцендентальная единственная перцепция, откуда это различие берется. Он говорит, что вроде как эмпирический субъект, да, у него вроде есть тоже единственное самосознание, но оно не может связывать часто отдельные представления. То есть оно может потеряться даже как бы там. То есть я может потерять себя в различных актах созерцания. То есть потерять не в том смысле, что исчезнуть, а в смысле не связать. Вот есть два каких-то акта созерцания, да, и надо их связать, допустим, каким-то способом. Вот оно может их не связать, да, потому что оно, например, не знает, есть ли мы между этими созерцаниями связь или нет. То есть опять разговор о неком эмпирическом субъекте, да, о том субъекте, который может чего-то не знать, не уметь и прочее. А вот с другой стороны, у него есть как бы трансцендентальное рассмотрение, в котором уже нет вот такого произвола о том, что субъект что-то может не уметь, или что-то там он может забыть или ошибиться, да, и с точки зрения трансцендентального субъекта все происходит в необходимом образом, да. Есть только один способ, таким, про понятие подводится под предметы созерцания. То есть единственный этот способ есть. И он как бы является неким научным способом, да, он не является каким-то произвольным способом, а именно вот всеобщим неким способом, в котором любой эмпирический субъект, если он находится в этой сфере, да, если он является ученым, он будет именно этим способом действовать. Да, и вот эта вот разница между трансцендентальным субъектом и субъектом эмпирическим у Канта не проведена четко. Да, и за это, как бы, собственно, Гегель его и критикует. В лекциях по истории философии он говорит о том, что вот критикует Канта за его эмпирическую манеру изложения, да. То есть это можно понять именно следующим образом. Но, вот уже у Гегеля, да, такого произвола, да, такого, как бы, неаккуратности рассмотрения того, какой субъект имеется в виду, у Гегеля такого произвола уже нет. У Гегеля четко. То есть есть вот, как бы, единичный субъект, да, есть, как бы, всеобщий субъект. Единичный субъект, он может ошибаться, там, он может что-то не понимать, там, он по-на-то единичный. Он может, там, эмоциям быть, там, наполнен какими-то эмоциями и так далее. А есть всеобщий субъект, который является неким субъектом науки, вот, как вот, как понятие субъекта, да. Он уже не включает в себя вот такие какие-то несущественные особенности о том, что, как там, какого там субъекта роста, или, там, какими-то способностями обладать или не обладать. Он просто некое понятие о субъекте научном, которое рассматривается в движении познавания и с помощью этого субъекта объясняется, что такое познавание с научной точки зрения. Вот это различие у Гегеля четко проведено. И вот на самом деле я хотел остановиться на том, каким выводом различения и неразличения этих двух субъектов, каким выводом приходят Канта и Гегель. И какие возникают из сравнения этих выводов, какие можно сделать еще дополнительные высказывания, какие еще можно сделать дополнительные наблюдения. Дело в том, что я как-то в прошлый раз говорил, что согласно Канту есть единство самосознания, оно обеспечивает тождественность мира. Почему Кант начинает с того, что в мире есть мир вещей? Например, Гегель начинает видеть чувственные достоверности, а согласно Гегелю, чувственная достоверность представляет собой нечто странное, потом это обсудим, но на первый взгляд представляет нечто похожее на потом. Есть некий поток чувственный, а потом о следующем шаге, на многие духа возникает восприятие, которое похоже на то, что Канта называется сердцем. То, что в восприятии уже есть некие тождественные сущие, конкретные вещи, и эти конкретные вещи как-то с друг другом соотнесены. А в чувственной достоверности есть некий поток, и поток это, одно это сменяет другое, это какое-то многообразие. Но это многообразие не дано во всех полнотинах, оно дано только как это или это. Что здесь важно? Важно то, что Канта подходит, откуда возникает тождественность в созерцании. Согласно Канту тождественность в созерцании обеспечена единством самосознания. Самосознание или субъект, он является чем-то единым, и благодаря этому этот субъект делает все так же единым и тождественным. Это, собственно, представление Канта. И это представление, как мне кажется, оно ближе к тому, как на самом деле нет, потому что оно более интуитивно, более понятно. Дело в том, что у Гегеля это не так. Я вот утверждал на одном семинаре, что у Гегеля якобы это тоже так, а на самом деле нет. В самом деле у Гегеля все, что Гегель говорит о всеобществе и тождественности, все относится только к понятию. То есть то различие, которое я на одном из семинаров предложил, а именно различие понимания всеобщести, как это всеобщесть, достигаемая посредством тождества сознания, всеобщесть, как всеобщесть понятия, всеобщесть, как всеобщесть родов и видов, и всеобщесть, понимаемая, как всеобщесть социальная, Вот это вот различие у Гегеля редукцировано к одному различию. То есть, у Гегеля есть всеобщесть понятных. И именно поэтому, как я считаю, Гегель начинает не с восприятия, а он начинает с чувствительности. В чем тут дело? Дело в том, что согласно Гегелю, у Гегеля есть такая скрытая предпосылка, состоящая в том, что есть некая субстанция, субстанция духовная. И эта субстанция духовная, собственно, познает саму себя. То есть, то, что мы наблюдаем в феноменологии духа, есть не что иное, как способ, каким субстанция, познавая саму себя, проходит на разнообразные многообразие форм. Конечно, в феноменологии это описано, что сознание движется, сознание вступает в какой-то опыт, и оно проходит на разнообразные формы. На самом деле, в предисловии сказано, что есть некая предпосылка всего этому. Уже заранее известно, что субстанция духа, она есть некая тотальность, и все происходит внутри этой тотальности. Именно поэтому Гегель, когда в видении объясняет, что такое проверка сознанием своего предмета, он говорит, что неважно, проверяем ли мы понятие на предмете, или наоборот, предмет на понятие. То есть, в каком-то смысле, в себе и для себя есть некоторые моменты внутри тотальности. То есть, есть некая форма, форма сознания, берем чувственное состояние, это некая цельная форма. Внутри этой цельной формы есть моменты в себе и для себя, и они вплетены внутрь самой этой формы. И они составляют, благодаря тому, что они есть, как различие, возникает некое сопоставление моментов, и из сопоставления моментов, и выясняющихся в результате этого сопоставления вывода, получается дальнейшее движение. Дальнейшее движение формы. То есть, вот есть одна форма, в результате сравнения моментов в себе и для себя возникает другая форма, и так далее. Каждый раз возникает новый предмет. Потому что всякий раз то, что является в себе, становится не просто в себе, а в себе определенной формы сознания. То есть, не в себе вообще, а в себе как бы в относительном смысле. В относительном смысле, а именно для того сознания, которое участвует в данном опыте. А в чувственной достоверности сознания участвует в опыте в том смысле, что оно пытается принять единичное. Да, а как на деле, как говорит Гигель, у него истинный его, того, что истинный оказывается всеобщим. То есть, несоответствие при проверке понятия на предмете, оказывается несоответствие того, что оно хочет принять, тому, что оно на самом деле припринято. Вот в этом движении, возникающем противоречии, возникают дальнейшие движения. В результате, когда в себе становится неким только в себе для сознания, этот момент становится новым предметом, то есть новым в себе. И на новом уровне, в новой форме существования сознания, опять же, возникает новое понятие, понятие, например, восприятие, и таким понятием является всеобщество. То есть, восприятие сознания принимает нечто всеобщее в качестве своей истины. И поэтому всеобщим, как говорит Гигель, становится все моменты, в том числе и всеобщим становится сознанием. Что здесь важно? Важно то, что уже в восприятии сознание становится всеобщим. То есть, у Гигеля сознание является единичным только в такой форме существования, как чувственное состояние. И это странно. В чем состоит странно? Дело в том, что если держаться точки зрения Канта, ну и эту точку зрения я придерживаю, что всеобщество тождественного предмета является чем-то, что связано с единственным самосознанием. От того, что сознание остается тождественным самому себе, от того, что субъект остается равным самому себе, и все, что относится к этому субъекту, а именно вещи, точно так же становится тождественным, точно так же становится сохраняющимся, многообразие, сохраняющимся во время. То есть, согласно карту, эти торжественности обеспечены именно единством самосознания. Именно тем, что самосознание сохраняется в самом себе. Так, если это так, то не существует никакой чувственной, до восприятия, никакой другой чувственной формы. Можно только предполагать, что существует какая-то хаотичность, то, что у Гегеля обозначено как чувственный поток, из которой сознание, как форма, выхватывает тождественность и придает миру форму тождественности. То есть, можно об этом рассуждать, исходя только из некого понимания того, что у всякого текущего состояния бытия есть некое предыдущее состояние, некая предпосылка. Но, ведь у Гегеля, благодаря тому, что чувственная достоверность предшествует восприятию, благодаря тому, что как бы поток, что такое чувственная достоверность? Он изображается в виде как бы некого потока, в соответствии с тем, как это понимали Платон и Аристотель. Платон и Аристотель рассматривали чувства как нечто текущее, как некий поток. А идеи – нечто вечное, нечто сохраняющееся в этом потоке. Поэтому вещи, вещи, согласно Платону, являются чем-то как бы средним. Идея отпечатывается на потоке и образуются вещи. То есть, вещи, опять же, согласно Камбе, понимаются в том смысле, что идеи удерживают эти вещи и делают из них нечто. Ну, понятно, что не бесконечно сохраняющиеся, но сохраняющие, по крайней мере, в каком-то краткосрочном периоде. То есть, вещи сохраняются в том смысле, что, несмотря на чувственный поток, в них запечатлены некоторые идеи. И благодаря этим идеям, вещь сохраняет себя как вещь, как нечто тождественное. Потому что в ней как бы светятся идеи, если можно так выразиться. Точно так же у Аристотеля. Но Гегель понимает поток по-другому. Дело в том, что он заводит сюда странные координаты, которые расследуют, что такое чувственная достоверность. Какие это координаты? Он говорит о том, что чувственная достоверность – это и есть некая единичность. Это первое. Которая противоположна всеобществу. То есть, есть некая противоположность единичности всеобщества. Причем эта единичность и всеобщества поняты именно с позиции абстрактности понят. То есть он говорит о том, что единичность этого надо постигать без помощи понятия. Вторая вещь. Вторая вещь, он говорит, это второе различие, которое он сюда вводит. Есть различие непосредственности и опосредования. То есть есть первый некий строгий смысл, некое различие, которое очень четкое. Единичность и все-таки зафиксируют. Второе различие, тоже очень четкое, которое состоит в том, что в чувстве есть непосредственность, и есть некое другое состояние, которое называют опосредованием. И третье, на самом деле, вот я его как бы немного смазал, это то, что эта единичность является чувственной и противоположна тому, что схватывается при помощи понятия. Дело в том, что эти три смысла у Гегеля связаны в одной форме, в форме чувственной достоверности. А на самом деле, как бы, это немного странно. В чем, прежде всего, состоит странность. Дело в том, что в чувстве, если говорить о том, как оно дано в феноменальном опыте, многообразие уже есть. Согласно Гегелю, многообразие не может существовать в чувстве. Почему? Потому что если бы в чувстве было дано многообразие, то есть если бы было не просто дано, допустим, красное, или дано другое какое-нибудь цвет, или другое какое-нибудь качество. А если бы сразу было дано качественными естественными границами, если бы то многообразие, которое мы сейчас видим, было бы полностью дано, как оно дано в восприятии, то тогда Гегель говорит, что всякое сущее было бы дано опосредованно. Ну, действительно, если я вижу какой-нибудь один цвет, то я понимаю, что я могу размышлять о том, что это нечто дано, может быть, можно о нем говорить, о том, что оно дано опосредованно по отношению к контексту. Если есть одно, и оно дано на неком контексте, то всегда можно между одним и контекстом построить некую опосредованность. Для Гегеля такая вещь неприемлема, хотя вроде в феноменальном опыте, если отвлечься от всех рассуждений, мы наблюдаем о том, что мы легко очень усматриваем чувства, допустим, созерцания, мы зрительно наблюдаем, усматриваем многообразие именно зрительное. То есть многообразие, в том смысле, что, допустим, многообразие красок дано, многообразие форм сразу. У Канта такой проблемы нет. У Канта созерцаний сразу дано многообразие. У него там многообразие материала дано, многообразие форм дано. То есть Кант почему-то этим вопросом не озадачивается. У Гегеля есть здесь проблема. Он считает, на самом деле, что в чувстве не может быть никакого посредственника. Откуда берется, как я считаю, такое требование? А это требование берется от того, что Гейгель исходит из некой логической структуры. Он изначально исходит из некой тотальности логической, да, и утверждает позиции этой тотальности. Ведь действительно, если мы рассуждаем с некой логической позиции, то что такое означает дать нечто вместе со своей границей? Это ведь означает, что всякое определение есть отрицание, как говорит Спино. Он не с детерминатия, а с негатия, да? И отсюда что следует? Отсюда следует, что если мы даем нечто одно рядом с другим, то мы всегда входим в некое определение отрицания. То есть всегда одно дано не само по себе, а вместе с отрицанием другого. У Гейгеля постоянно есть такая игра, да, вот игра между тем, что одно дано как одно, и между тем, что одно дано как отрицание иного. Да? Вот Гейгель считает, что если в логике мы можем зафиксировать определение только таким образом, то таким же образом оно существует и в восприятии. То есть таким же образом оно существует в чувственной достоверности. То есть точно так же в чувственной достоверности невозможно, мы не можем увидеть сразу многообразие, да? А мы видим там нечто только в виде примеров, как он говорит, да? То есть мы видим какую-то определенность как одну, в которую никакая граница вступить не может. Там не может вступить одновременно много цветов, да? А вступает, допустим, какой-то один цвет. Не может вступить одновременно много каких-то аспектов, допустим, форм каких-то, да? Вступает какая-то одна форма. Тут, но возражение, ну тут на самом деле в таком понимании возникает вот некое затруднение. Дело в том, что если смотреть внимательный текст, то у Гекеля в качестве примеров вступает почему-то день и ночь дом и там дерево, да? А это странно, потому что день и ночь дом и дерево это не является чем-то таким простым, да? Что может вступить? Они где-то, это нечто внутри себя многообразное. Ну допустим, как бы день и ночь можно еще понять, как темнота, да, это и свет. Но дом и дерево так понять уже нельзя. То есть в каком-то смысле я, у меня была гипотеза, что чувственная достоверность отличается от восприятия только способом, каким сознание участвует в этом процессе. То есть она в чувственной достоверности пытается принять единичное, то есть у него установка, принять единичное, да? А восприятие она согласна принимать всеобщее. Я думал, что различие между этими двумя позициями только такое. Ну, это могло бы быть так, только в том случае, если сознание в обоих формах, да, в форме чувственной достоверности и форме восприятия было бы одним и тем же сознанием. Но сознание ведь не одно и то же. Ведь в чувственной достоверности сознание является точно так же единичным. А восприятие сознания является всеобщим. То есть налицо существенная разница форм. Опять же, откуда берется такая существенная разница форм? Дело в том, что когда мы смотрим, как Гегель критикует чувственную достоверность, то вся его критика фактически сводится к тому, что язык не может высказать нечто единичное. Что язык всегда высказывает нечто всеобщее. То есть эта критика касается и критика дня и ночи, и дерева, и дома. И даже более того, эта критика касается того, что сам субъект он единичный, да? Как бы, что единичное самого субъекта мы в языке высказать не можем. И поэтому в науке, на самом деле, субъект всегда является всеобщим. И поэтому восприятие субъекта точно так же становится всеобщим. То есть иначе говоря, он считает, что вот форма, какая форма существования сознания или духа, да? Как чувствная достоверность. Это некая единая форма, в которой все элементы являются единичными. Точно так же в восприятии все элементы стали всеобщими. Всеобщими стали и предметы, и всеобщим стало само сознание. Дело в том, что почему так важен этот переход чувствной достоверности к исприятию? Он важен в силу того, что это есть переход от собственного бытия, да, собственно мира, как бы в тотальность, в саму тотальность. Потому что, как бы, переход... Потому что чувственная достоверность – это как бы некая граница тотальности, да? Вот как бы вот у Канта этой границы, это явно, это ни к чему нельзя свести, является вещь себе, да? Вот вещь себе никак нельзя никого ни к чему редуцировать. Она просто есть нечто внешнее, и все. Да, и она как внешнее всегда остается. И поэтому Канта вот рассуждение о тотальности невозможно, да? Потому что всякий раз мы, как бы, есть некий мир сам по себе, и все. А Гегелю очень важно, на самом деле, чтобы получилась тотальность. Почему важно, я как-то объяснял уже, потому что для Гегеля важно, как бы, доказательство Бога. Для него важно именно выстроить эту тотальность, потому что эта тотальность, по-моему, в итоге окажется Богом. Если эта тотальность не выстраивается, то, как бы, доказательство Бога нельзя осуществить. Для него важно ее выстроить. И он понимает, что мышление в каком-то смысле есть тотальность, как бы, и надо просто эту тотальность правильно осуществить, то есть правильно ее изложить. Поэтому то, что он описывает как чувственную достоверность, есть некая, как бы, подложенная под восприятие предпосылка. Потому что если восприятие брать так, как оно есть, да, если не брать его как некое выведенное из предыдущего состояния, то в восприятии всегда можно, опять же, отнестись к Канту, и сказать на самом деле, что тождественность вещей в восприятии есть не что иное, как следствие действия единства самосознания. То есть единство самосознания, оно остается единым, и поэтому вещи точно так же остаются чем-то единым и тождественным в саму себе. Но для Канта, для Гегеля, Гегель делает некий переход из предыдущего состояния. Предыдущее состояние – это чувство достоверности. И чувство достоверности он усматривает и критикует единичность в позиции всеобщества. В каком смысле? Это хорошо, мы мним эту единичность, общественную достоверность, но ведь ее невозможно никак в языке зафиксировать. Она как бы не получается. Эту единичность инкорпорирует в науку. То есть научное рассуждение, рассуждение, опознание, оно всегда будет начинаться с некой всеобщества. Он тем самым критикует и переходит к всеобщести, и все, и забывает этот разговор о единичности. Но ведь он утверждает, что восприятие, принцип, который восприятие оказывается, он не просто случайный принцип, он так и пишет восприятие. Это принцип, который получился из предыдущего. И поэтому мы его должны брать уже с необходимостью. Ведь вот все эти формы движения сознания связывают одну с другой. И для него очень важно, что есть некий единый принцип, относительно которого все это строится. Единое движение. Ведь когда сознание проверяет свое понятие на предмете, это ведь есть не просто дань экспериментальности науки, а это на самом деле есть некий принцип построения всей системы. Потому что в итоге дух сможет остановиться только там, где понятия и предметы будут друг другу тождественны. Где на самом деле вот это сравнение, где истинная достоверность будет одно и то же. Где вот это сравнение окажется истиной. Где истина самого предмета и понятия о нем окажутся одними и тем же. То есть в этом состоит собственно движение, да, и устремленность. Это исследование этих форм. То есть все формы, многообразие форм, оно движется к этой конечной цели. Получается, что восприятие, в отличие от созерцания Канта, Гегель осматривает всеобщесть, которая там наблюдается, именно как всеобщесть понятий. Что как бы любопытно. Получается, что... Почему это опять же важно? Потому что для Гегеля это важно, потому что он устраивает некую целостную капитальность, капитальность мышления. И поэтому как бы вот он косвенно здесь, да, неявно критикует Канта. Мне кажется на самом деле, что это есть некая... Не ошибка, а некое как бы упущение Гегеля. Да, потому что Гегель же очень, очень... Вообще гегельская философия очень сильно опирается на философию Канту. Да, и то, что Гегель на самом деле не замечает вот здесь такого перехода, я сомневаюсь, что это сделано случайно. Я думаю, что в этом есть некое намерение. А именно намерение проскочить восприятие и сделать из него нечто всеобщее, нечто, что рассматривается с позиции абстрактности понятия. Теперь по поводу, хотел несколько слов сказать, самодвижение понятия. Дело в том, что это сложный вопрос, как может понятие двигаться? В чем состоит проблема? Проблема состоит в следующем. Если, опять же, говорить об реплатоне Алистуте, у нас раньше потоком или как бы чем-то движущим всегда было то, что мы фиксируем чувства. Мир как-то двигался в этом. Все, что чувство воспринимаемое, оно находится в неком движении, изменении и прочее. И, казалось бы, с другой стороны был мир, некий мир упокойщихся сущностей, вечных, неизменяемых. Это мир понятий или мир идей. И вот этот мир являлся неким тем, что неизменен, тем, что постоянно находится в неком... постоянно находится в неком вечном состоянии, в неизменяемом состоянии. Но Гегель почему-то эту ситуацию не устраивает. Почему он говорит о том, что истинно есть самодвижение понятия? Откуда вообще берется такая интуиция? Казалось бы, зачем это нужно вообще? Дело в том, что я уже говорил об этом, что Гегель выстраивает свою философию своего рода как подпорку для своей теологии. И мне казалось, что... Иногда мне казалось, когда я читал Гегель, что это все-таки поэт. Что это высказывание является... Ну, упрощение позиции Гегеля. Слишком сильным... Слишком сильным высказывание. На самом деле, если внимательно читать противисловие киноменологии Духа, то там ситуация со спокулятивным мышлением опять же возникает в этом же ключе. Дело в том, что Гегель говорит о том, что до него абсолют всегда понимали только как объект. Что такое абсолют как объект? Как представьте, есть некий мир идей. Или там, мир понятий. Некий вечных сущностей. И они где находятся? Они как бы находятся в Боге. Можно так сказать, допустим, в первом приближении, что в уме Божества они находятся. Они как бы неизменные, точно так же, как и Бог. И Бог является некой неизменной сущностью, и точно так же неизменной сущностью являются идеей или понятий, которые он умеет в своем уме. Но! Ведь Гегель высказывает о том, что Бог, Бога или абсолют нужно рассматривать не только как объект, но и как субъект. И этой идеей, на первый взгляд, кажется очень интересной, потому что, если мы возьмем христианство, то в христианстве действительно Бог является неким субъектом. Недостаточно думать о Боге, что Он является только объектом. Объектом поклонения. А что значит, что Бог является субъектом? Значит, Он должен эту свою субъективность как-то проявлять. Как Он может проявлять? Ведь Гегель как хочет доказать своего Бога? В чем состоит его план? План его состоит в том, что он хочет найти некую тотальность, эта тотальность является мышлением, которая является не просто тотальностью в смысле объекта, а является в том смысле одновременно неким самодвижущим соцелом. Как у Аристотеля, мышление и мышление. То есть некое движение, постоянное движение. Но Аристотель, в отличие от Гигеля, этот перводвижитель, он сам-то стоит. Он стоит на месте, он просто все остальное делает движение. Вот ему поэтому нужно это тотальное смышление привести в движение. Тут возникает очень интересная вещь. Дело в том, что у Гигеля есть два понимания, он различает два понимания Бога. Есть понимание Бога. Одно понимание Бога он относится к старой метафизике. Другое понимание Бога относится к собственной Гигели. Он говорит о том, что в старой метафизике как происходило рассуждение о Боге. То есть Бог представлял собой некий субъект, агрегарное целое, которому приписывали какие-то предикаты. Предикаты могущества, предикаты совершенства и прочее. И получалось так, что некий субъект сам по себе являлся только как в определении. В определении ведь то, что определяется, смысла никакого не имеет. Оно имеет смысл только в своих предикатах. И получается, что Бог на самом деле имеет смысл только в смысле своих предикатов. А сам по себе как субъект, он на самом деле является неким просто агрегарным целом, неким значком, если так можно выразиться. Ведь говоря слово Бог, это я говорю, называю, это какие-то, ну, три буквы говорю, да, мог бы какое-либо другое слово называть, то, что это Бог, мы понимаем в том, что мы считаем в качестве его прадиката. И он говорит, что такое понимание Бога, оно является неправильным. А что к замене он предлагает? Он предлагает Бога воспринимать не просто как субъекта высказанника, а амбинонатурального субъекта. То есть, но в этом проявляется его спекулятивный подход, что он утверждает, что надо взять эти прадикаты, да, и показать, как они в тотальности движутся. То есть, недостаточно просто приписать Богу прадикаты. Вот можно как было сделать, у нас есть, допустим, на говразии понятия, которые мы приписываем Богу. И их просто перечислить, и сказать, что вот это понятие относится к Богу. Он говорит, нет, недостаточно, надо показать, как они движутся. Почему? Потому что Бог является субъектом. Субъектом не просто высказывания, а таким же субъектом, каким являемся мы, неким абсолютным субъектом. Да, и он мыслит, его мышление происходит в этих прадикатах. Но для этого, для этого, каждый этот прадикат, точнее, каждое это понятие, оно само является неким духом. Вот тут интересно, это появляется понятие, в которых движется тотальное смысление. Сами представляют собой некие духи. И они, как силы некие, как некие духи, они развиваются и движут это целое мышление. То есть движение тотальности, это и есть жизнь самого Божества, самого Бога. И поэтому для него очень было важно понять, и утверждать, что истина есть самодвижущееся понятие. Почему? А потому что Бог есть субъектом. То есть два высказывания, что Бог не только объект, но и субъект. И то, что истина понимается как самодвижущееся понятие, это высказывание возникает из одного корня. И в этом и собственно состоит спекулятивность. Потому что, опять же, почитать логику или предисловие к феномену духа, он говорит, что те способы суждения, которые мы имеем в обычной логике, в обычной философии, они как бы не соответствуют тому предмету, о котором говорится. Несоответственно, спекулятивным предметом. Потому что спекулятивным предметом субъект и предикат высказывания, они не рассматриваются как неравнозначницы, а именно рассматриваются как равнозначницы. Опять же, та же самая история. Фактически, когда происходит высказывание, речь идет о неком тожестве. А в обычном высказывании речь идет о том, что субъекту приписываются какие-то предикаты. И речь идет о неком вложенности. Говорится о том, что одно вложено в другое. А он говорит, что нет, на самом деле, что субъект предиката – это некие вещи, о которых нужно высказываться с позиции тожества. Поэтому называется философия тожества. Что интересно? Вот теперь обратимся к тому, что такое самодвижущееся понятие. Мне всегда этот вопрос был странен, я никогда не мог понять, в чем тут это есть, как это вообще возможно мыслить. Но вот у меня есть некие попытки, некие намеки на то, как это можно понимать. С одной стороны, можно считать, что есть слова, например, слово «бытие». Оно связано с определенного рода смыслом. Например, «бытие», как оно понимается в начале феноменологии духа, и как оно понимается, допустим, в конце, имеет разный смысл. Тогда получается, что движение, что такое движение этого понятия? Движение этого понятия можно понимать так, что есть некое слово, а именно «бытие». Оно сохраняет свою оболочку, как слово, и фактически изменяется только смысл, которому мы это слово в процессе движения придаем. Было бытие одно, мы придавали один смысл, допустим, в чувственной достойности, а где-нибудь уже в районе разума или в районе абсолютного духа уже этот смысл поменялся, он стал просто другим. То есть слово одно и то же, слово остается, ну, в смысле, как значок или там, как письменные знаки, а меняется только внутренний смысл этих слов. Вот это можно понимать как движение понятия. Но мы понимаем, что если мы понимаем так движение понятия, то фактически здесь есть не что иное, как подмена понятия. Мы просто под одно и то же понятие подводим разные смыслы. Вообще говоря, логика всегда запрещает такие вещи, потому что каждый смысл должен отличаться от другого. И поэтому каждому смыслу мы придаем разные слова. Поэтому если бытие в начале, ну, и ноги духа по смыслу отличается от бытия в конце, то это означает, что просто это разное бытие. Надо бытие один написать или бытие два. Это первый смысл. Ну, понятное дело, что у Гегеля смысл понимается не так. У Гегеля смысл понимается по-другому. Дело в том, что каждое понятие, оно выражает себя в неком целом. Да, смысл каждого понятия понимается в неком контексте. Вот здесь прямо чувственная достоверность. Например, бытие, так как понимается чувственная достоверность, оно понимается только в связи с тем, как внутри этого целого, а именно чувственная достоверность, внутри этого контекста, можно определить это бытие. И только внутри этого контекста. То есть нет здесь внешнего определения. То есть, иначе говоря, есть бытие в начале чувственной достоверности, и оно определяется исходя из того, как оно дано в контексте чувствной достоверности. И смысл его не больше не меньше, чем тот смысл, который дан в этом контексте. И тогда получается, что движение понятия состоит в том, что каждый раз возникает новый цельный контекст. В контексте чувствной достоверности, восприятие, рассудка, самосознание и так далее. И каждый раз возникает новый контекст, понятия, которые используются в этом контексте, они изменяются, буквально в смысле. Потому что получается, что их связывает позиция внутри целостности контекста. Что происходит? Происходит следующее. Одно и то же отношение между предметом и сознанием становится все более насыщенным. Допустим, в чувстве достоверности. Наиболее простое представление, наиболее сетка различий, наиболее редкое. Потом возникает восприятие, сетка усиливается. Благодаря тому, что возникает многообразие. Возникает рассудок, еще усиливается. И каждый раз, когда сетка, разрешающая сетка понятия усиливается, каждый раз это бытие высвечивается все сильнее и сильнее. И тем самым это движение понятия состоит в том, что оно имеет некую позиционность в своем неком контексте, как точку в некотором пространстве. Но благодаря тому, что каждый раз пространство усиливается содержательностью, и сама эта точка все сильнее и сильнее высвечивается. То есть движение понятий в этом смысле есть не что иное, как на самом деле обогащение смыслом, за счет того, что каждый раз нарастает контекст. Почему это понимание более соответствует Гигельской? Дело в том, что Гигель же ведь то движение, которое совершается внутри разнообразия форм сознания, он же это движение понимает, что он наложен также на историю, в частности философию. Что философии, как бы вот эти многообразия форм существования сознания, они были тоже пройдены и в историческом контексте, и были как бы философии, которые соответствовали каждой форме существования сознания. Каждая форма существования сознания это есть некая целостная форма, в которой можно жить, как бы целостная философская форма. И поэтому он же как рассуждает о том, что дух проходит многообразие этих форм, он движется в историческом процессе, и он сам себя понимает. То есть сначала Дух набросил простую сетку понятий, различил, допустим, субъекты объекта, возникли самые простые различия. Различие бытия, различие в себе и для себя, непосредственности, опосредования и прочее. Потом в результате того, что внутри этой сетки понятия расположились и произошло сравнение понятий с предметом, возникают дальнейшие движения. И вот это дальнейшее движение, оно что делает? Оно на рамках уже вот этих существующих различий, оно вносит еще новые различия. Эти новые различия, которые в одной и той же ценности, ведь речь идет о тотальности, опять же. Ведь тотальность не выглядит так, как некое пустое пространство, в котором многообразие форм просто набросан. А тотальность выглядит так, что одно и то же отношение, а именно субъекта и объекта, оно просто каждый раз обогащается. Оно как бы и есть то, что есть. Ничего другого ведь нет. То есть все, что происходит, происходит внутри вот этой тотальности. Есть изначальные отношения от сознания со своим предметом. Просто каждый раз изменяются предметы сознания. Сознание меняется в соответствии с тем, что оно получает знания от предмета, а предмет меняется в соответствии с тем, что сознание на самом деле есть определенное сознание, определенной формой. И оно выступает с неким определенной установкой, например, чувственное состояние. Сознание единичное, восприятие принятое всеобщее. Всеобщее там делится также и на обусловленное всеобщее, как восприятие, и безусловное всеобщее, как рассудок. А уже в самосознании предметом становится само сознание. Но оно становится предметом таким образом. Не просто так, что вдруг вот этот предмет, который изменялся, исчез. Нет, он не исчезает. Просто сознание, отрицая это предмет чувственное, воспринимаемый предмет и предмет рассудка, переходит к предмету, который называется он сам. То есть, опять же, вся ситуация сохраняется. Так вот, что я хотел сказать. Понять самодвижение понятия можно в этом смысле. То есть, что движение понятия есть не что иное, как изменение контекста. И каждый раз за счет усиления контекста изменяется смысл самого понятия. Но, тут что важно. Важно то, что рассуждение у Гигеля, оно отцеплено от языка. То есть, Гигель как бы движется в неком пространстве. Он сейчас об этом говорит. Что на самом деле надо уметь двигаться в пространстве понятий, удерживать напряжение понятий и прочее. То есть, на самом деле, он почему-то всю понятийную сетку считает, что она удерживается независимо от языка. То есть, есть язык, это некое средство, с помощью которого мы все излагаем и друг другу сообщаем. А на самом деле, есть некая сфера мышления. И вот в этой сфере мышления можем в чистоте этой сферы двигаться безотносительно языка. То есть, язык это не некое средство, которое полезно. Возможно, есть другие средства, допустим, чертить схемы и так далее. Полезное средство для того, чтобы фиксировать наши результаты. Но, теперь обратимся, опять же, к началу чувственной достойности. Я уже говорил о том, что Гигель критикует единичность чувственной достойности с позицией всеобщести языка. То есть, на самом деле, Гигель как-то понимает, что язык очень важен. То есть, Гигель говорит, что мы чувственной достойности должны принимать без помощи понятия. А что это у него значит? С помощью языка? То есть, он считает, что в языке понятия нет. Но это как бы гипотеза. Теперь возьмем позицию Канта. У Канта получается, что первоначальная, в самой простой форме, является созицей. То, что у Гигеля называется восприятие. Что в Сазистане? В Сазистане сразу есть многообразие. И в Сазистане есть тождественные сущие, такие как вещи. И мир является миром вещей. Представление о том, что мир есть мир вещей, язык может двигаться без всяких проблем. Не возникает проблемы, связанные с тем, что язык выражает нечто всеобщее, а мир представляет собой как поток нечто единичное. То есть, если мы считаем, что в языке еще не обязательно есть понятие, не обязательно, да? Как вот согласно Гигель. Есть языки, не обязательно есть понятие. И мы становимся на позицию Канта, что мир представляет собой мир тождественных сущих, и не просто вещей, то получается, что язык может описывать этот мир без понятия. То есть, существует такая позиция. Позиция Сазистане, в которой уже существует язык, уже существует многообразие тождественных сущих, и уже существует возможность этого многообразия сущих выражения. Почему это важно? Это важно потому, на самом деле, что такие вещи, как искусство, и религия, многообразие всяких форм выражения в языке, они вообще существуют независимо от философии. Ведь чему в итоге, как бы, из своего философствования привел Гигель? У Гигеля получилось, что с позиции этой тотальности, с позиции того, что все сведено к логике, то есть с позиции логицизма, ведь все такие вещи, как искусство, религия, все эти вещи имеют свою истину только в философии. То есть в философии, которая движется в чистоте мышления, она является истиной всего, и в ней, единственное только в этой дисциплине, истина выражена в своей правильной форме. Как истина, а что такое истина? Это самодвижившееся понятие. Она только в мышлении может быть выражена, как именно такая истина. Другие формы, а именно искусство, религия, они выразить эту истину не могут. Они, конечно, выражают ее другими способами, с помощью представлений. Причем в искусстве в меньшей степени, в большей степени только с помощью представлений в религии, согласно Гигеля, уже работает понятие. Там немножко, там уже какой-то синтез есть. Но если мы становимся на позицию Канта, если мы считаем, что мир есть мир вещей, и язык может без помощи понятия этот мир описывать, как и происходит в собственном Канте, то получается, что искусство и религии, они ничем не обязаны. Потому что их истина, или истина мира, должна выражаться обязательно через мышление. Возможно, существуют другие способы выражения истины. Например, в поэзии, в искусстве, архитектура свою истину выражает, искусство, художественное искусство, свою выражает поэзию, свою выражает. Там различные религии свою истину выражает. Нельзя все это идуцировать к единству мышления. То есть, не к некому, как бы, некой тоталисти. То есть, я все, как бы, веду просто к своей теме. К теме того, что есть фундаментальное различие, различие между сознанием и мышлением. Я просто с разных сторон пытаюсь к этому различию подойти. В частности, сейчас я подошел к этому различию с позиции сравнения, чувственное достоверие. Сравнение феноменологи Духа Гигеля и критичества разума Канта. Пытался понять, как соотносится представление о том, что такое мир. Как, собственно, происходит это познавание. Как возникает понятие. Ведь у Канта, ведь опять же, очень важно, что в созерцании еще понятия нет. Это можно объяснить простым способом. Что Канн говорит о том, что нет никакого созерцающего рассудка. Канн говорит о том, что вот если бы у нас был созерцающий рассудок, нам такой вещь, как созерцание, вообще было бы не нужно. Но у нас созерцание всегда чувственное, а рассудок только мысли. И вот это замечание говорит о том, на самом деле, что в созерцании у него, в принципе, можно обойтись без понятия. То есть получается, что Канн в этом отношении более точный, чем Гигель. У Гигеля такого не происходит. У него, если мы читаем феноменологию Духа, то в разделе рассудок мы уже читаем воспринимающий рассудок. У него рассудок является воспринимающим. У него никакой чувственности не существует как таковой. Она является только исчезающим моментом. Потому что если рассудок является уже воспринимающим, то мы можем просто обратиться к Канту и понять, что нет никакого, не нужно никакого созерцания. Что вот это чувственное нечто, это нечто излишнее, это нечто ничтожное. Она вообще никакого значения не имеет. А что сразу, изначально, Гигель делает свой код, что все уже заранее у него дано в качестве предпосылки. Как всеобщее. И он от этого всеобщего отталкивается. Я, кстати, когда различал, чувствую достоверность, что он вводит три различия, три смысла, которые мы их описываем. А именно, что как чувство, и это без помощи понятия, это соответствует как единичность, и значит не всеобщность, и как непосредственность, значит неопосредованная. Ведь если посмотреть о том, что такие различия, как непосредственность и опосредованность, снимаются просто феноменальным опытом, в феноменальном опыте нам чувствует оно в виде многообразия. И поэтому разговор о непосредственном и опосредованном здесь просто не корректно. Дальше. По поводу единичности и всеобщности. Я уже говорил о том, что всеобщность восприятия, она не является всеобщностью понятия. И поэтому ей не противоположна никакая единичность. Почему она не является всеобщностью понятия? Потому что эта всеобщесть образована из тождества сознания. Потому что вещь является тождественной в силу того, что сознание является тождественной, что оно является неким единством самосознания, что оно сохраняется в многообразии. И благодаря этому сохраняется все, что к этому сознанию относится. это же вот кантовский ход в его дедукции категорий вот он ход к это даже я могу как я думаю что это мой ход на самом деле можно ссылаться на карты считаешь что это кантов потому что реально это просто утверждает мир являя себе вещей то есть миром торжественных сущих просто потому что есть некое единство перцепции да и это и транситарий и стописки и благодаря этой процентаре видишь этот перцепции мир является миром каких-то единых сущих да и сохраняющихся сущих но этот мир дождейственных сущих таких как вещи они не против по иммуне это всеобщесть если можно так выразиться она не противоположен никакой единичестве поэтому и второе можно снять получается что если чувственную достоверность которую гегель рассматривает в трех позициях а именно как противоположность чувство это это и понятие непосредственно и опосредованное и единичное всеобщее то единичное всеобщее и непосредственно и опосредованное снимаем остаются только чувственное и без помощи понять действительно чувствами и с помощью понятия это есть не что иное как просто восприятие тогда чувство и достоверность как позиция опорта и дуцируется полностью позиции в 3 и нет такой позиции обособленной и сразу Феноменология духа должна была бы сразу начинаться с восприятия, но если феноменология духа будет начинаться с восприятия, то тогда на самом деле та всеобщесть предмета, а именно то же предмета в самом себе, которая образована благодаря тому, что сознание в самом себе сохраняет, эта всеобщесть не будет являться всеобществом понятия и никакой тотальности мышления установить не удастся. Потому что будет, по крайней мере, два способа. Две тотальности будет. Тотальность чувства, которая дана под всеобщностью, под тождеством, и тотальность мышления, которая дана под абстрактностью понятия, под тождеством, связанным с понятием. Тотальность не образуется, и отсюда получается, что и Бога вроде нельзя доказать. На самом деле здесь есть хитрый ход, который можно подсказать Гегелю. Дело в том, что у Гегеля есть два проекта, как я понимаю. У Гегеля есть проект, связанный с сознанием, и другой проект, связанный с мышлением. Сначала он написал феноменологию духа, и персонажем, который там выступает, самым главным, является сознание, и все формы существования сознания. Вначале он считал, что надо, как мне кажется, опираться на сознание. Но в итоге, в философии, в энциклопедии философских маук, у него главный персонаж является мышление. И это различие очень важно. Дело в том, что тотальность ведь существует только тотальность сознания. Причем это тотальность сознания не надо понимать психологически. Не так получается, что рядом с этим сознанием существует некий бессознательный или неосознанный. По тотальность сознания понимается просто субъективность как такова. То есть, существует только то, что дано некому субъекту. Соответственно, не существуют субъекты без объекта и объекты без субъекта. Вот под этим смыслом существует тотальность сознания. То есть, сознание – это есть некое я или некий субъект, некое самосознание. Причем эти все термины обозначают одно и то же. Тут я просто сейчас уже времени нет объяснять, почему сознание и самосознание – это одно и то же. А вот у Гегеля, допустим, сознание стоит в начале феноменологии. И самосознание только возникает потом. Как будто бы никакого самосознания в начале не было. На самом деле, если внимательно читать, самосознание всегда есть с самого начала. Просто оно в начале есть в себе, а потом оно просто становится для себя. То есть, изначально сознание всегда есть самосознание. Никакого сознания без самосознания не существует. Сознание всегда есть самоосознание. Ну ладно, наверное, не надо сейчас уже говорить. Я просто хотел сказать кое-что про то, что язык, собственно, мыслит на самом деле не человек, а язык. Сейчас я подумал, что это я не готов уже. Ну, хорошо. Продолжение следует...